Захваченные храмы ПЦУ стоят пустыми. Не выполняется там 10-я статья с гарантиями русскому языку и не выполняется. Я надеюсь, что господин Епифаний задекларировал все средства, на которые он разместил эти борды. Никто же не провел эту ревизию на соответствие Конституции, законодательству, здравому смыслу. Гонений ведь на церковь было много. Где церковь и где гонители? Здравствуйте! Вы смотрите канал «Витражи о вере в красках». Наша рубрика «Без глянца» и наш сегодняшний гость – политический эксперт Елена Дьяченко. Елена, здравствуйте! Здравствуйте! Очень приятно, что вы пришли, нашли время. Меня очень заинтересовала запись, где говорилось о том, что вы очень были возмущены тем, что Андреевскую церковь передали фонару, но в то же время по договору, который вы видели, или вы ознакомились, фонар должен был участвовать в реконструкции, но не вложил туда ни копейки, ни лиры туда не вложил. В общем-то, что вы об этом думаете, о таком даре украинского парламента, прошлого созыва? Да, действительно, вы правы. Это произошло еще в 2018 году, осенью 2018 года, когда Петр Порошенко вместе со своей коалицией готовился к собору, так называемому, по передаче Томаса. В рамках этой подготовки он заставил парламент принять специальный закон о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриархату. Тогда этим законом в том числе и вносилось изменение в закон о свободе совести, где отдельно прописывалось, что можно передавать Андреевскую церковь в постоянное пользование. Что здесь было не так? Это был октябрь 2018 года. Что здесь было не так? Во-первых, Рада превысила свои полномочия, потому что распоряжение объектами культурного наследия — это полномочия Кабинета министров. Во-вторых, передача отдельной церкви и прописывание это в отдельном законе, и об этом, кстати, главное научное управление Рады, научно-экспертная, сделала свое заключение. Это акт индивидуального действия. Он не должен был оформляться в виде закона. То есть уже был закон принят, ну, скажем так, с нарушениями и полномочий, и Конституции, и, собственно, процедуры принятия. Потому что он вообще не должен был выноситься в таком виде в зал. В законе говорилось, что Андреевская церковь передается Вселенскому Альтриархату. На основании этого закона Кабмин обязывался подготовить уже, собственно, в рамках своих полномочий соответствующие постановления. До этого момента Андреевская церковь находилась в списке объектов, которые нельзя передавать в постоянное пользование. Туда же входили Успенский собор Киева-Печерской лавры, Михайловский собор и еще какие-то объекты, еще несколько объектов, которые передавались, начиная с 2001 года, они передавались разным конфессиям православным для проведения богослужений, Рождество, Пасха и Двунадесятые праздники. То есть только по большим праздникам разрешалось конфессиям там производить свои богослужения. Но, тем не менее, уже опираясь на такой закон, видимо, Гройсман и Кабмин понимали, что если они это сделают самостоятельно, то это будет незаконно. Они уже, опираясь на закон, изъяли из этого списка Андреевскую церковь и в постановление вписали о том, что необходимо будет ее передать в постоянное пользование представительству подворья Вселенского Патриархата. Это был конец ноября 1918 года. Уже на тот момент ни юридического лица Вселенский Патриархат, ни юридического лица представительства подворья в Украине не существовало. Но уже был закон, и уже было постановление Кабинета министров. На основании этого постановления Кабинета министров и письма Министерства культуры как распорядителя объектов культурного наследия исторического заповедника София Киевская заключает договор с религиозной организацией миссия Ставропегия Вселенского Патриархата, которая была создана в апреле 1919 года. Договор был заключен в начале мая. В этом договоре записано, что, собственно, субъект, которому передается в постоянное пользование, стилобат из двух этажей, купол и, собственно, главное сооружение, то есть вся Андреевская церковь, в том числе обязан финансово участвовать в реконструкции, музеификации и других процедурах для сохранения в надлежащем состоянии, в реставрационных работах для сохранения этого объекта. Но в 1919 году счетная палата, в том числе в своих выводах, говорила о том, что ни копейки ни из государственного бюджета, ни из других источников не было вложено в реставрацию Андреевской церкви. Вот, собственно, такая ситуация с передачей, которая произошла, ну, скажем так, в сомнительно законный способ. И, насколько мы понимаем, уже в 1920 году государство вложило, я встречала в открытых источниках сумму 5 миллионов гривен в реставрацию и открыла Андреевскую церковь. Я был на открытии. Я был 13-го числа под Андреевской церковью, видел Порошенко, который над волчойки рассказывал о том, что вот это моя команда тут сделала, мы сделали. Но что меня удивило, что служба, которая была там, вот первая такая служба фонара в обновленной Андреевской церкви, была не для всех. И простые люди туда попасть не могли, даже будь они сто раз симпатиками Вселенского патриархата. Вот что вы думаете о такой политике фонара? Во-первых, там действительно запрещены богослужения. И разрешение там провести богослужение, оно тоже сомнительно. Поэтому с этой точки зрения, возможно, для сохранения этих реставрированных фресок, для сохранения интерьера, чем меньше там всего происходит, тем больше шансов, что вложены в том числе государством деньги. И этот уникальный объект архитектуры, символ Киева, просуществует чуть дольше, чем он бы просуществовал при ежедневном его использовании. Но на самом деле у них же был опыт. Опыт с так называемой украинской автокефальной православной церковью. Опыт, по словам сотрудников музея, мы общались, они говорят, печальный, потому что они говорят, они закоптили нам здесь все, что могли, они испортили все, что могли. И это нам добавило как бы хлопот каких-то проблем при реставрации. И говорит, мы долго боролись с тем, чтобы они не жгли свечи, чтобы они не торговали тут ничем, но это было бесполезно, и люди, они были не очень упорядочены. Когда я спросил, на что они рассчитывают с фонаром, они сказали, ну мы надеемся, там свечками они торговать не будут. Но вот все остальное, как бы, по-моему, под большим знаком вопроса. Я повторю, что объект передан в постоянное пользование. Он находится в государственной собственности, но он передан в постоянное пользование. И урегулировать вот то, на что надеются музейные сотрудники, у них инструментов больше нет. То есть мы вложили деньги в реставрацию фресок, но теперь это все подарили фонару. Но с другой стороны, хорошо, мы видим наследие все-таки украинского народа, которое ну никак исторически с фонаром не связано. Не было связано там до 18-го года. Мы опять же понимаем, да, вот вы сказали, ну, наверное, для того, чтобы сохранить музейное наследие, они уменьшили количество людей. Но какая-то подборка людей была очень своеобразная. Отец и сын Юраш, Порошенко, жена Порошенко, охрана Порошенко, окружение Порошенко, концертная группа, которая там выступала с украинскими песнями, с бандура, наверное. Я небольшой знаток инструментов. Ну, какая-то такая странная подборка. Почему бы не пустить туда людей, которые хотели зайти и вот из них выбрать 20, 30, 40 человек? Не знаю. Мы сейчас обсуждаем мораль и этику, собственно, руководства национального заповедника Софии Киевской. Я, ну, не специалист в этом вопросе, да? То есть... Ну, то есть вы думаете, это было решение Софии Киевской, не... Какой был подбор? Ну, мне трудно рассуждать об этом. Ну, видимо, те, кто чувствовали свою причастность к тома сутей и собрались, да? Вопрос в том, почему вот эта инерция, заданная Порошенко, продолжается сейчас, почему никто не провел... Я не говорю о ревизии вот законодательства, связанного со свободой совести конфессиями. Я говорю обо всем законодательстве, причем, начиная с 2014 года, никто же не провел эту ревизию на соответствие конституции, законодательству, здравому смыслу. Почему такая инерция продолжается? Мне, например, непонятно. Почему с таким пафосом и так торжественно передается этот объект фонару? Ну, вот это, знаете, как с празднованием Рождества 25 декабря. У нас Рима католиков, которые его празднуют 25 декабря, 1%. Почему это государственный праздник? Хотя в Украине живет больше 130 национальностей, которые говорят на 83 языках. Мы уже видели, не у протестантской лобби Турчинова, который открыто говорил, что это важно, это очень такой символический момент, и это должно быть сделано. Но тот же Униат Поруби, которому казалось, это такой шаг подальше от Москвы, на рису. Вот буквально вчера я читал статьи о том, что они там, черновицкая хепархия, то на 25-го празднует, то уже не празднует, то все-таки 25-го, потому что главное не с Москвой. Ну, в общем-то, так они не определились, за кого они. Ну, вы знаете, это ужасная история. Например, государство Австрия говорит на языке оккупанта, да, но, тем не менее, они сохранили этот язык, они его не запретили, да, оценку Гитлеру дал Нюрнберг, и весь мир, и все человечество, но они не переносили это на язык. То есть, ну, здравый смысл все-таки не терялся, и реальность тестируется. Ну, смотрите, ну, с языком тоже ведь вопрос. Ведь, с одной стороны, вы внимательно следите за всеми процессами касательно так называемого языкового закона. И 16 января... Это второй пункт на знаменах, да? Армия Малавира. Армия Малавира, да. Ну, может, армию сегодня не захватим, но Малавира, пожалуйста. Ну, армию мы, может, и не захватим, но каждый из нас, я напомню, платит полтора процента военного сбора, который вводился временно на полгода до 1 января 2015 года. А, по сути, это не сбор по своей структуре, это налог. И, по сути, это второй налог на доходы физлиц. Поэтому... Почему, опять же, этот налог продолжается? Вот тот же вопрос. Ну, потому что, как говорят французы, аппетит приходит во время еды, да? И вот здесь почему-то... Мы платим два одинаковых налога, два НДФЛ, один 18%... И он не отменен новой властью, да? Которая говорила, мы тут приговор... Вот вы говорите, что не все пункты сознаем Порошенко. Все, теперь все, я согласен. Да, а вот они есть все. Что вы думаете об этих плакатах? Совершенно не дешевая реклама, наружная в Киеве. Не знаю, есть ли в других городах, что нужно молиться ридную мову, но в то же время Епифаний препятствует многим людям молиться ридную русскому, на русском языке или церковнославянскому. Вы знаете, мне кажется, об этих плакатах должна думать Государственная фискальная служба, а после ее реорганизации Бюро экономической безопасности. Я надеюсь, что господин Епифаний задекларировал все средства, на которые он разместил эти борды, и происхождение этих средств. Вот, мне кажется, интересная сторона этой ситуации. В целом, это такая, знаете, мне кажется, невинная провокация для того, чтобы, пользуясь общим раздражением верующих канонической конфессии по отношению к Епифанию, которая продолжает захватывать храм, у них же другой содержательной деятельности, я так понимаю, нет, политической деятельности, и продолжение захвата храмов. Но, как справедливо отмечают практически все, и священники, и верующие, захваченные храмы ПЦУ стоят пустыми. Ну вот... Но в то же время, накануне 13-го числа... Затубикборды висят. 13-го числа, 12-го, захват в Михальче. Попытка захвата, когда взломали двери храма, когда они туда пришли с дубинками, представители ПЦУ, они пришли туда с кастетами, это была как бы довольно серьезная такая агрессия. Истинно верующие люди. Да, да, на молебен они же по-другому не ходят, конечно. оторвавшиеся от краины агрессор. Но в то же время, их лозунги же-то вот такие как раз, то есть, что вот вы не на том языке говорите, вы не так молитесь, вы не то руководство у вас, и вообще вот, то есть, такая гипертрофированная националистическая идея. Кстати, 13-го числа я пытался задать вопрос Михаилу Онищенко, что он думает о захватах в Михальче, ведь он там сослужит с раскольниками. Он ушел, да, он о них не думает. То есть, люди никому не нужны, получается. Но говоря о языке, вот что ждет украинцев, то есть, русскоязычных украинцев? Смогут ли политики, может быть, кто-то защитить их права? Или, в общем-то, надежды все меньше. У нас надежда с вами по пункту языкового закона, принятого Порошенко в рамках этих же предпрезидентских знамен, с которыми он, кстати, проиграл, да, и которые продолжают нести новая власть, ну, видимо, для получения того же результата, как и Порошенко. У нас с вами надежда только на то, что этот закон не будет выполняться, как и большинство других, как и Конституция, да. Вот не выполняется там 10-я статья с гарантиями русскому языку, и не выполняется. Что заставит выполнять, вот, собственно, ну, вы думаете, настолько сильна правоохранительная система, чтобы в это включаться? Я не думаю, что Авакову, который сейчас там занят Харьковским регионом и собственной там политической карьерой, захочется включаться вот в эту Порошенковскую повестку, которая уже пережеванная пищей вчерашний день. Более занимаясь делами в откровенно русскоязычном регионе, да? Ну, напомню, что он действующий министр МВД, и пока признан из всего Кабнина одним из наиболее действующих, я бы так сказала. Но вот сама структура, это же все положено, эти функции возложены на структуру так называемого языкового омбудсмена. В цивилизованных государствах омбудсмен, да, уполномочен обычно по законодательной ветве власти для осуществления контроля над исполнительной, то есть контролировать правительство, как оно выполняет и защищает права граждан установленный законодательной властью. В данном случае омбудсмен так называемый языковой это представитель исполнительной власти. То есть чьи права он защищает, тут уже непонятно. Ну, пусть защищаем, да? Ну, во-первых, финансирование всех этих инспекторов, которые якобы, пользуясь своими правоохранительными функциями, должны ходить и дергать всех за руку и проверять, на каком языке вам делают укладку или предоставляют какую-то другую бытовую услугу, мелкий бизнес, ну, ресурсов просто не хватит. Финансирования из бюджета нет. Помните, прошлый языковой омбудсмен просто сбежала, потому что... Ну, она же сказала, финансирования нет, у меня там, кроме адреса электронной почты, ничего нет, да, она сказала. Совершенно верно. Поэтому вот на такие вещи, на такую халатность и недофинансирование в условиях жесткого меморандума СМВФ, где установка у власти на экономию любых расходов, вот на это мы с вами можем и надеяться. Хорошо. А вот как насчет двойных стандартов? Вот мы поговорили об Андреевской церкви, так же София Киевская, заповедник, но в то же время туда пускают время от времени ПЦУ для их каких-то действий, для годовщины очередной их Раскольничьего собора, но в то же время не дают никакой возможности представителям канонической церкви совершать там любые действия, отказывая, что ну заповедник же нельзя. Вот как раз этот момент и прописан в том постановлении еще Анатолия правительства Киноха от 2001 года, это когда Михайловский передавался ОПЦ КП, София Киевская, по-моему, там как отдельно прописывалась эта история, а собор Успенский Киево-Печерской лавры передавался во временное использование, во время праздников, канонической украинской православной церкви. Я думаю, что в этой логике действует и сейчас и руководство Софии Киевской, и руководство Министерства культуры якобы для конфессионного мира вот разные объекты разным конфессиям. Поэтому я думаю, что особо этот момент не стоит каким-то... Там тоже запрещены богослужения, там особо тоже ничего нельзя делать. И для того, чтобы вопрос Киево-Печерской лавры не поднимался лишний раз, я думаю, что и София Киевская... Там строже с охранными мероприятиями, там все-таки этот объект на виду, постоянно какие-то делегации там присутствуют, постоянно какие-то проверки. Поэтому я не думаю, что есть возможность сильно навредить, хотя тоже это не способствует. Скажите, вот вы как жительница Киева можете зайти в Андреевскую церковь сейчас и полюбоваться вот тем восстановленным иконостасом по чертежам расстрели, которым сказали, что все восхищаются теперь, и вот его там как раз реставрировали 11 лет в том числе? Ну, я думаю, что они должны работать в режиме музея. Правда, у меня пока в связи с тем, что он передан этой политической, религиозной организации, у меня пока не возникало такого вопроса, кроме желания, да, кроме сожаления о том, что символ Киева передан небольшому кварталу Стамбула, да. Кстати, это же даже сейчас нельзя назвать константинопольским патриархатом, потому что бывшая резиденция, символ Константинополя, Айя-София, уже... Мечеть? Уже не музей даже, да. То есть фонар потерял свой главный символ. Поэтому вопрос к тому, вопрос константинопольский ли этот патриархат, и тем более вселенский ли он тоже, его тоже, мне кажется, можно задавать. Но я надеюсь, что могут киевляне зайти в режиме посещения музея и посмотреть, пока еще эта реставрация не разрушена до конца вот этим непонятным юридическим лицом, с которым подписан договор. Причем договор очень-очень неоднозначный, как мы выяснили. Не, ну так, он стандартный, он обычный, он находится, кстати, в открытом доступе. То есть София Кивская обязана выкладывать договора, которые она заключает. Поэтому другой вопрос, что никто не следит за его выполнением. Никому не приходит в голову просить денег, требовать выполнения договорных обязательств у таких уважаемых людей, как Фонар и его здесь подворье. Спасибо огромное. Спасибо огромное за... Спасибо вам. Да, за ваше мнение, за вашу позицию, которая, к сожалению, не столь часто встречается в современном украинском обществе, но она очень важна. Подождем, Денис, потому что гонений ведь на церковь было много. Где церковь и где гонители? Да, да, так и есть. И врата да не одолеют ее. Спасибо, друзья, за то, что смотрели нас. Напоминаю, что у нас в гостях в рубрике «Без глянца» политический эксперт Елена Дьяченко, наш информационный партнер портал «Православная жизнь». До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова